Чтобы наглядно продемонстрировать деловой подход башкирской стороны, делегация из Уфы максимально технически обеспечила проведение встречи. Все световое, звуковое оборудование и даже генераторы бесперебойной подачи электричества они привезли с собой. По словам главы республики Башкортостан, Радия Хабирова, от абхазских коллег они ожидают такого же делового подхода к сотрудничеству. Мы здесь находимся второй день, окунаемся в ваши младушия, гостеприимствия, но что очень важно для нас, в вашей деловитости, потому что мы приехали сюда с определенными задачами, с задачами увеличить наш товарооборот, с задачами открыть Башкортостан и Абхазии, Абхазии открыть Башкортостан и установить новые контакты. Хабиров подчеркнул, что сегодня уфимская делегация выполняет задачу, поставленную президентом России. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделяет самое серьезное внимание развитию Абхаза в российских отношениях. И мы сегодня здесь, в том числе, выполняем эту задачу. Министр экономики Башкортостана Рустам Муратов подробно рассказал об экономических успехах республики и почему сотрудничество Сухумы и Уфы необходимо обеим сторонам. Из Башкортостана в Абхазию можно поставлять зерно и крупы, молочную продукцию, кондитерские изделия, полименной скот и материалы. Перспективно использование производимых у нас биопрепаратов, биоактивированных и минеральных удобрений. В свою очередь мы крайне заинтересованы в импорте рыбной продукции. Сегодня уже изучали этот вопрос, знаем, что четыре довольно крупных предприятия на территории Абхазии занимаются этим вопросом. Мы готовы выстроить с ними сотрудничество и, конечно, поставлять эту продукцию в республику Башкортостан. Ввиду климатических условий по отдельным группам товаров мы испытываем дефицит, особенно в межсезонье. Это, конечно, прежде всего цитрусовые, прочие фрукты, овощи, орехи. Министр экономики Башкортостана анонсировал намеченный на май визит в Абхазию бизнесменов потенциальных инвесторов. Мы договорились, что буквально в мае сюда будет осуществлена бизнес-миссия. Приедет министр торговли Республики Башкортостан с пулом инвесторов, бизнесменов, в том числе и дистрибьюторов, которые занимаются поставкой продукции в Республике Башкортостан, для того, чтобы здесь воочию увидеть все ниши и перспективы нашего сотрудничества. На данном этапе, как говорит Мурата, важно создать законодательную базу, которая будет отвечать требованиям, необходимым для безопасного инвестирования в Абхазию. Эту работу башкорские коллеги готовы взять на себя. В Республике Абхазии необходимо провести большую работу, мы тоже с коллегами сегодня проговорили, и с точки зрения создания нормативной среды, тех инструментов, которые необходимо закрепить, земельные вопросы, вопросы гарантии инвестиционных вложений, мы с коллегами готовы эту работу выполнить, поэтому берем тоже эту задачу на проработку. 25 миллионов человек живут в Башкортостане, это шестая часть всего населения России. И именно поэтому башкирский рынок должен быть интересен абхазским производителям и поставщикам услуг, особенно в сфере туризма. Так считает министр экономики Башкортостана Рустам Муратов. А также, по словам министра, у Абхазии есть большой инвестиционный потенциал в сфере сельского хозяйства. При росте туристического потока, при увеличении всего сервиса, увеличении объемов, которые сегодня планируются в Республике Абхазии, конечно же, остро будет стоять вопрос новых производств и тепличных хозяйств, новых производств, которые будут. Поэтому наша с вами общая задача сегодня донести до наших инвесторов все потенциальные ниши инвестирования, которые нам нужны. Мы это тоже готовы в ближайшее время сделать. Уже сейчас реализуется большой логистический проект, связывающий Башкортостан и Турцию через Абхазию. Успех этого проекта, по словам Муратова, во многом повлияет на будущее Абхазо-Башкорского экономического сотрудничества. В настоящий момент мы взяли на проработку большой проект, связанный с логистической инфраструктурой, с поставкой продуктов железнодорожным транспортом до Абхазии, и дальше через порт Абхазии уже поставка этих товаров в Турцию и в другие страны. Такой кейс в Абхазии уже есть. Мне кажется, если мы отработаем и сделаем из этого действительно действенный, эффективный инструмент, эти города-миллионники и те предприятия, которые, конечно же, станут потребителем этого инструмента. По словам Муратова, все, что сегодня прорабатывается и реализуется между Сухумом и Уфой, во многом повлияет на интеграционные процессы Абхазии в Россию.